бам всем привет вы на канале гараж 28 сегодня видео ролик будет у нас грубо говоря обучающий познавательный и так так мне здесь все уже вызвано все уже проверено в общем электродвигатель у которого торчит 6 концов снимаем всю маркировку мы ничего не знаем нам нужно найти обмотки и найти начало и концы обмоток и нам нужен обычный мультиметр также нам нужен будет источник любого напряжения в районе от 6 до 12 вольт и выше для начала немножко пробежимся по матчасти да у нас есть три обмотка раз два три вот так это у нас выглядит образно и то есть любой один провод должен зазвенеть всего лишь на один провод на остальные не должен звенеть в общем выставляем любой мультиметр в режим прозвонки пищит и начинаем искать нашу пресловутую обмотку то есть берем рандомно один проводок раз два три четыре пять зазвенел вот это обмотка пока что ее завязываем в узелок мы нашли одну обмотку один конец звонится на один всего лишь из пяти оставшихся теперь у нас получается из трех будет звонить следующий проверяем раз два зазвенел и третий для верности проверяем не звенит так 2 обмотка найдено вот она опять же связано в узелок это у нас 2 обмотка ну и осталось два конца два провода само собой это третья обмотка все обмотки мы вызвали все очень просто кстати у меня есть кабеля такая вот не нужно изоляция ее можно как кембрики использовать и мы как раз пометим наши обмотки таким образом первая обмотка вторая обмотка третья обмотка все можно узелки развязать теперь мы знаем где у нас обмотки пол дела сделано теперь немаловажно найти концы и начала обмоток здесь будет все немножко посложнее так продолжаем дальше нам нужно на одну обмотку повешать или лампочку или вольтметр у нас будет данном случае вольтметр а так как мы не знаем где у нас вторая и третья обмотка концы и начала у них то есть мы знаем сами обмотки оставшиеся но мы не знаем где начало и конец берем один провод обмотки за начала символически 2 будет нас конец обмотки и при правильном подключении когда у нас конец и начало совпадут начало и конец 2 3 обмотки у нас на 1 обмотке появится напряжение если мы допустим соединим два конца на два начала подадим напряжение у нас противоток погасит на оборот напряжение и на вольтметре ничего не появится то есть нам правильно нужно угадать концы и начала когда вот эта схема заработает мы вольтметр вешаем на одну же из проверенных обмоток и начинаем вызванивать третью обмотку которая была у нас под вольтметром и так одна обмотка нам известно сказать это будет самая дальняя так я не помню постоянка или переменка поставим переменку так и ждем показаний на приборе да теперь образно 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 у нас начало обмоток у нас будет символично красным если у нас начало обмотки совпадет с концом то у нас появится напряжение вот здесь берем за стандарт сразу одну обмотку то есть здесь у нас будет начало пускай будет красный второй конец этой же обмотки у нас будет концом второй конец будет концом ну вы поняли второй провод к обмотке будет концом и остается 2 обмотка где мы не знаем где начало и где конец если сейчас конец с началом совпадут то есть если сюда придется вешать краз если все правильно у нас вот здесь возникнет напряжение если неправильно конец с концом обмотки 2 3 совпадет у нас наоборот погасится напряжение здесь у меня на клеммах 12 вольт по стоянке обмотки у нас получается 2 3 обмотка последовательно так ничего не происходит переключаем обмотки допустим 3 обмотку мы просто меняем концы делаем ту же самую операцию и вот как мы видим показания есть они не будут равняться входному напряжению соответственно 3 вольта то есть вот здесь раз у нас конец обмотки это начало обмотки следующий можем смело уже маркировать то есть вот это начало следующий обмотки еще раз проверяем 8 метр переменка несмотря на то что подаем по стоянку напряжение приходит появляется то есть эдс наводится правильно если мы меняем то есть конец с концом соединяем забыл про маркировать конец то у нас противоток гасит напряжение ничего нету так здесь 2 конец маркируем что это конец конец обмотки конец провода конец сегодня видео просто про концы так все две у нас уже готовы немножко повернем теперь вторую обмотку делаем проверочной то есть тестовая на которой будем искать напряжение а третья обмотка у нас соединяется с первой опять же наугад берем любой провод и пытаемся угадать не угадал да я походу победитель по жизни с первого раза один из двух я не угадываю так проверяем вот наводится напряжение все значит правильно опять же маркируемся раз у нас вот здесь конец то при правильном подключении это будет уже начало опять же сюда красная изолента наконец синяя так ну и можно в принципе вот эту последнюю обмотку точно также проверить которая еще не была на вольтметре у нас но тут уже мы знаем где начало и где концы мы всего лишь сейчас подтвердим так скажем нашу наш эксперимент так вот сделаем так ничего там на корпус не замыкает здесь все видно нарочно путаем концы с концами скручиваем то есть начало сказал с началом а на концы подаем напряжение ничего не происходит теперь конец с началом как и должно быть изначально скручиваем подаем напряжение то есть обмотки у нас последовательно должно работать напряжение появляется три с половиной вольта вот и все в принципе начало и концы обмоток найдено как я сказал именно когда конец с началом совпадает 2 3 обмотки тогда здесь наводится напряжение напряжение мы ищем переменная переменная несмотря на то что сюда подавали постоянку даже если мы сюда подадим переменку а эффект тот же самый будет здесь будет наводиться переменное напряжение теперь нам нужно все три обмотки подключить в звезду мы знаем где у нас начало 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 все концы мы замыкаем концы у нас синие раз два три и мы получаем схему подключения звезда то есть вот здесь общие концы изолируются полностью наглухо вообще убираются вот так остается три провода сюда подается 380 движок работает у меня к сожалению в гараже нету трехсот восьмидесяти так бы я обязательно показал но 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 мы попробуем его запустить на 220 чуть попозже теперь нам нужно собрать схему треугольника тоже самое у нас 3 обмотки мыши начала 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 конец конец и конец мы их просто замыкаем начало с концом следующей обмотки начала с концом следующей обмотки Начало с концом следующей обмотки У нас получается вот такая схема На сути она такая и получается Просто она в развернутом виде будет выглядеть вот так Конец в начало Конец на начало Конец на начало Опять же у нас получится ровно Три точки подключения Собираем начало Берем с концом другой обмотки Эту же обмотку берем Начало с концом следующей И оставшееся начало с концом первой Режим треугольника Схема подключения двигателя треугольника Опять же мы имеем три точки подключения Три фазы Этот движок на самом деле у нас на 220 вольт Но все равно он является ансинхронным трехфазным Так, ну и пока у нас собран треугольник Давайте подключим его на 220 вольт Как подключить треугольник на 220 вольт Уже не буду рисовать обмотки У нас есть три точки подключения На любые две точки мы подаем 220 вольт Так, это у нас обмотки тут Сюда переменку 220 вольт Подаем Оставшуюся обмотку мы подключаем через конденсатор На любой запитывающий провод По-моему, точно не помню Но при переключении разных обмоток Подачи напряжения и выбором конденсатора Другой точки, по-моему, можно менять вращение Так, берем проводок на 220 вольт и ищем какой-нибудь конденсатор К сожалению, нашел только пару конденсаторов Один из них у меня один микрофарад на 500 вольт А второй я не могу прочитать Затерта вся маркировка Написано что-то 100 И он реально оказывается около 100 микрофарад Это просто перебор 107,9 микрофарада Ну это же жесть какая-то Для такого мотора это будет равносильно Что обмотка, наверное, замкнется полностью Хотя можно будет попробовать Мы же любим экспериментировать Поэтому вполне возможно, что и попробуем Итак, режим, точнее сказать, схема подключения треугольника И будем использовать на 220 вольт Как и сказал, любые две точки берем и соединяем Первая Вторая И, допустим, без конденсатора Если мы запустим, что произойдет без конденсатора Без конденсатора он загудит, но не запустится Возможно запустится, но будет очень плохо работать При этом с посторонними шумами Так, прячем концы проводов, которые у нас под напряжением Вот это ставим в воздухе, ничего страшного Так, проверяем Вот, как я говорил, запустился, но с диким звуком Как видим, все нормально То есть, а концы, схема, начало, все найдено правильно Теперь на свободную точку подключения Вешаем один конец конденсатора Второй конденсатора Вешаем на один из проводов питания Опять все это прячем куда-нибудь Здесь, на всякий случай, оденем термоусадочку Но не будем обжимать Вот так Так, кондер у нас оголенный вот так в сторону Сейчас у нас вот такая схема подключения получается То есть, свободный конец треугольника на конденсатор Второй конец конденсатора на любой из проводов питания Проверяем И, как видим, запустился просто сразу Да, пусковой звук у него вообще дикий, конечно Так, теперь попробуем вот этот конец конденсатора Переключить на другой провод запитывающий Сначала запомним, куда он крутится Так, он крутится по часовой стрелке Так, вам видно или нет? Ага, видно Так, переключаем вот этот провод, который мы подсоединили На провод от вилки На другой конец По-моему, это не изменит Вращение надо именно питающий провод перекидывать Опять же, видео снимается просто на ходу На горячую, ничего не подготавливается Так, крутился по часовой Нет, пошел против часовой Да, значит одним проводом можно даже изменять вращение Еще раз повторяемся Сначала на первую точку вешаем По часовой пошел Оп, видно, да? Так, отключил И переходим на вторую точку запитки Против часовой идет Отлично То есть мы, в принципе, разобрались Так, а я хотел ради эксперимента Еще повешать конденсатор-то на 100 микрофарад, да? Ну, все для контента, как говорится, да? Что будет, то будет Мне кажется, он дико звенеть при этом будет Больше ничего Само собой, он какое-то вращение-то задаст Сотка Так, один конец сюда На свободный Начало конец обмоток Второй конец на питающий Вращение уже менять не буду Потому что мы уже поняли, как менять вращение 100 микрофарад, блин Жизнь какая-то Вот что значит перебор по емкости Обычно емкость так на слух и определяют Есть какие-то, конечно, способы вычисления емкости И я не готов вам сейчас о них рассказать Потому что это нужно Не то, что обновлять какие-то знания Я серьезно с этим не сталкивался Я вообще в основном на слух определяю То есть один микрофарад нам дает плохой запуск Два микрофарада будет немножко лучше Грубо говоря, четыре микрофарада Допустим, если допустимо, что четыре микрофарада для этого движка оптимально Он на четырех микрофарадах будет запускаться Блин, где у меня кондеры? Если будет перебор, будет вот такой призвук Постоянно при увеличении емкости Он будет этот призвук расти, расти, расти и так далее Так, все разбираем И переходим теперь на схему подключения звезда Опять же, полностью все раскидываем Все концы, все начала И, как я говорил, берем все концы и скручиваем И они нам просто вообще уже больше не нужны Я их даже заизолирую Потому что, по сути, звезда как раз более подходит для таких движков Так, у нас осталось, как я и говорил, три конца Два из них мы запитываем сразу на 220 вольт Так, первый И второй Ну что, опять проверим, наверное, что будет без конденсатора Опять же, он плохо запустится Это и так понятно, но эксперимент есть эксперимент Запускаем Не может запустить Если его толкнуть, он запустится Блин, меня бесит вот эта херня, которая звенит Не-не-не-не-не Так, теперь в работу включаем конденсатор Как видели, вообще не запустился, да? С руки, с толкача запустился Теперь подкидываем один, блин, микрофарад Всего лишь один Сейчас у нас схема подключения получается Так, так, так Это, грубо говоря, обмотка у нас Вот так я их нарисую Все концы у нас соединены вместе Там хоть видно что-нибудь? Блин, расплывается всё Начало, начало, начало Сюда мы подали 220 вольт А сюда мы взяли и подключили конденсатор, допустим, вот так Все понятно, все понятно Задел камеру Так, пробуем, запускаем Оголенного ничего нету Поехали Отлично запустился, да? Так, сейчас крутится опять по часовой стрелке Стоп Попробуем тоже перекинуть запитывающий провод Поменяется ли вращение? По-моему, на двух обмоточных движках Вращение менять сложнее Там как раз катушку надо переключать А не конденсатор Ну, прячется в кембрик Вот так Сейчас было вращение по часовой Вот, пошёл против часовой Вращение поменялось Схема рабочая Единственное, блин, надо ёмкости накинуть У меня нету конденсаторов Точнее сказать, они где-то есть Но я не в состоянии сейчас их найти В этом бардаке Итак, все схемы подключения показал Поиск обмоток показал Определение начала концов обмоток тоже показал В общем, такой вот видос Кому видео было полезно или понравилось Я больше надеюсь, что оно было кому-то полезно, чем понравилось Хотя, если оно было полезно, то оно должно понравиться Логично, да? Обязательно ставьте палец вверх Подписывайтесь на основной канал Лайв-канал Вступайте в нашу группу ВКонтакте Мы есть в Яндекс.Дзене и в ТикТоке Всем спасибо за просмотр Видеоролик был все-таки более познавательным Надеюсь, для кого-то был действительно полезен Обучающий, так скажем Всем спасибо за просмотр Как всегда, всем всего самого наилучшего И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Довольно слабый Кстати, при увеличении емкости до нужного номинала У него мощность немножко увеличится То есть сейчас он не особо правильно работает Короче, я хочу снять вот эту хрень Надоело Понять, это точно она звенит или нет Я думал, просто зазоры брякают Но нет Классика жанра Когда выкручиваешь болт И он куда-то упирается Пока не расслабишь все остальные Не открутишь И не сдернешь флянец Эти болты не сможешь выкрутить Это что у нас? Термодатчик или что? Интересно, вообще, кто знает? А напишите обязательно в комментариях Откуда этот движок Предыдущий такой движок мне попадался в руки Опять же, в нулевых бедах Из него у меня сделан вентилятор Так, ну что Вот, съехал И теперь можно продолжать откручивать болты Офигенно, да? Тот движок, как мне сказал друган Который мне его подарил Лешка Что он типа с холодильника Типа на холодильнике стоял вентилятор Который охлаждал там Тараканчики! Зацените! Йоу-йоу! Это же тараканчики Дохлые тараканчики Я таких захоронений не видел, наверное С советских времен Когда тараканы были действительно Каким-то, блин, бедствием Опа, опа Инсекты, вылезайте Да, это болт, а не таракан Вот еще таракан Зацените, как они хорошо сохранились-то тут Так, ладно, не в тараканах дело Но приятный бонус, блин Тараканы Как же я без них жил А как болты-то дальше достать? Эй Надеюсь, вот это была причина Получается, там нету подшипника Наверное, втулка Но, возможно, он предназначен был Типа для какого-то небольшого движения Может, по рейке какой-то ездил Или наоборот, двигал что-то Короче, знающие люди Обязательно напишите в комментах Сейчас разглядим тараканчиков Поближе Просто красавцы попались Тут у нас экземпляры Тихо не убегай Красота А не видно ни хрена, да? Два маленьких, яйцо Подросток и две большие особи Ну что, надеюсь, теперь он заглох В плане звука Ну, только при старте по сути звук Так, кондер лежит Вот такая вот фигня В принципе, здесь доступ к подшипникам есть Здесь тоже доступ к подшипникам есть Можно все это дело обслужить Перебрать, затянуть И он будет как новенький То есть, вот это барахло Просто валялось где-то на помойке Мне его кто-то принес По-моему, Андрюха Типа, хрен его знает Какой-нибудь движок Может, что-нибудь потом из него за колхозем И он лежит у меня уже Ну, года два, наверное Так, что у нас сейчас? А, вот сейчас у нас звезда То есть, у нас начало должно остаться Я все ему обещал Говорю, да блин, потом разберусь Да, потом надо тут концы вызванить и все Концы-то у меня уже год назад были вызванены А видеоролик я по ним не снял Я вот сидел, болтал Что-то одновременно вызванивал концы На тот момент, по-моему, даже По стоянкой какой-то Ой, не помню Или батарейкой какой-то вызванивал Ну, по сути-то как-то так И движок так и лежит Сейчас вот он полностью, в принципе, готов Единственное, еще пару микрофарад бы Накинуть на него Поищу конденсатор Доведу его, так скажем, до нормального состояния И просто вместе с проводом подключения С конденсатором Готовую схему ему отдам Он хотел что-нибудь, типа, мини-станочка сделать Правда, такой движок на мини-станочке Тем более с таким шкивом Это у нас боковая Этот, как его Косой зуб Прикольно Он сам разгоняется При этом ты его не поворачиваешь Вот так Кто-нибудь напишет Вот дебил Это же и так понятно Из разряда Пальчик покажи Человек удивится Ладно Такая вот история Такой вот двигатель был Это были доп.материалы Вы смотрели Гараж 28 Всем спасибо еще раз за просмотр Что досматривать До самого, блин, конца Действительно, сегодня видос о концах До конца Вызвонить конец Вот концы обмоток Концы, концы, начало Ну, боже мой Может просто видос Называть конец Пускай все думают Какой конец Чей конец Но ролику Действительно Конец Субтитры сделал DimaTorzok